так нам необходимо открутить масляный фильтр от руки его не откручиваться съемника специального у нас нет есть более радикальный способ это берем отвертку примерно вот так вот как-то сколачиваем на сквозь и откручиваем неудачно немножко славился пробу рукой нифига дело ниже надо было блин как у меня раньше лучше получилось неудачно вот наш фильтр сейчас мы его заменим так снял старый фильтр который уже не годен употреблению вот это наш новый масляный фильтр сейчас мы его пропитаем немножко маслом заливая во внутрь масла и до половины впитываем резиновым маслом и закручиваем на место так затягиваем от руки как следует со всей дури затянули от руки немножко подождали еще раз протянули и в принципе все можно оставить его в покое я еще хотел добавить такой момент что бывает после небольшой поездки начинает подкапывать масло либо потеет от руки еще раз подтянули и в принципе это должно помочь но если же нет то возможно резиновое колечко которое там установлено стало как-то не так и не удерживает масло тут просто откручиваем аккуратно фильтр и устанавливаем по новому чтобы кольцо у нас резиновое стало правильно так ну и до кучи расскажу меняя масло для этого сначала откручиваем сливной болт сливаем полностью масло закручиваем болт обратно по возможности меняем медную шайбочку и вот здесь вот с правой стороны двигателя по ходу движения откручиваем пробочку маслощуп заливная горловина здесь сюда заливаем масло масло объемом 3,7 литра это без замены фильтра замена фильтра 4,3 литра в любом случае при замене масла когда заливаем масло ориентируемся на щуп выставляем моцикл прямо на ровную поверхность и по щупу смотрим сколько масла добавлять масло меняется каждые 6000 километров на масляный фильтр меняется при 18000 километров это по мануалу и так прогреваем двигатель сливаем масло заливаем свежее итак я примерно рассказал как я меняю фильтр конечно же это можно сделать и по мануалу при наличии специального инструмента мануал говорит что закручиваем новый фильтр до определенного упора и потом ключом прокручиваем на два оборота ну это конечно если у вас есть ключик в принципе сколько не делал рукой затягивал всегда всегда работало главное следить чтобы не капало если капает подтянули и все должно быть окей как говорится ну если есть у вас другие способы замена фильтра добро пожаловать в комментарии пишите рассказывайте кто как меняет фильтры какими специнструменты используют и какие-то свои лайфхаки лайфхаки ну а на том все с вами был Алексей пока пока и и и и и и